ну вот стеллажик мой который мы решили увеличить полочки добавить на каждом ряду вот по полочке вот одну уже приделали это из тех досочек которые мы купили в леруа мерлен помните распиливали вот муж мой закруглил вот тут вот края вот уже процесс пошел вот уже поставили несколько орхидеек попробовали как это будет выглядеть ну вроде хорошо все мне нравится потом может быть я конечно покрашу полочки под свет еще надо будет купить чем покрасить вот сейчас он делает вот здесь вот крепежи называется пеликаны которые мы тоже купили в макси доме все это вы видели все показывала вот и сюда вот полочку сейчас будем вставлять вот 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 так крепежи готовы все три я будем полочку ставить так ну вот примерно вот так у нас получилось сейчас смотрите как будто так и было в принципе красота пока ничего сейчас не ставлю потому что еще будем красить и будем укреплять стеллаж к стене чтобы он не перевесил ну может быть она не перевесит но мало ли поэтому лучше его прикрепить по центру я думаю вот таком прикрепим его и все это да он точно никуда не денется вот такая красота один готов почти стеллаж смотрите чем сейчас расскажу как видите эта полочка доходит в ровень со стеллажом а эта полочка она вот так вот тут у нас выехала знаете почему потому что вот сюда еще будет доделан кусочек и у меня будет такая поворотная полка ну то есть можно будет еще вот сюда поставить орхидею чего месту пропадать мы решили и вот так еще будет кусок там целый вот насчет здесь еще не решила может быть сюда тоже но это уже не знаю это под вопросом возможно что и нет потому что но это уже все скоро у меня уже тут ходить будет негде одни полки одни стеллажи так что я вам еще хотел сказать хотела сказать про стеллаж еще раз потому что хоть у меня есть плейлист на моем канале который называется мой стеллаж где в принципе там все подробненько рассказанные про лампы и про размер стеллажа но все равно все все время спрашивают здесь у меня два стеллажа вот один стеллаж и второй стеллаж эти стеллажи купила в леруа мерлен вот и мы их между собой соединили получился один такой большенький чуть больше чем нужно да но по сама полочка значит глубина полки 28 сантиметров и мне ну сейчас уже кажется это мало поэтому вот собственно говоря мы добавили одну полочку я бы на самом деле бы знаете купила бы еще один такой стеллаж и поставил его рядом было бы в два раза больше но мне просто некуда это поставить здесь уже просто будет не пройти в комнате поэтому решили просто ограничиться по полочке на каждом ярусе я подумала что все хватит наверное уже это сколько можно то увеличиваться можно до бесконечности ну пока что на тот момент то что у меня есть она сюда влезет плюс у меня же просто другие цветы которых я постепенно постепенно я с ними не то что не такое слово плохое избавляюсь но я с ними прощаюсь потихонечку вот а сейчас у меня очень много сеянцев глакси ней они все вымахали как слоны больше орхидей вот скоро в два раза будут половина из них уже собирается цвести и поставить них некуда из-за этого мне приходится теперь обратно двигать орхидеи со стеклянного стеллажа и даже некоторые из глакси не пошли на подоконник уже на холодный там я сделал дополнительное освещение я вам об этом расскажу на своем другом канале на втором там у меня будет видео про глакси не и про освещение чуть позже я вам расскажу покажу все как я сделала там на подоконнике вот о чем это я а размерах стеллажа глубина полочки 28 сантиметров ширина стеллажа самого 1 63 сантиметра и вся высота метр шестьдесят два вот лампы конкретно на этом стеллаже у меня лампа длиной метр четырнадцать юни лавские и они по 35 ватт вот высота от ламп до растения здесь вот у меня большая где сантиметров на на 50 там зависимости от растений как она стоит может побольше здесь у меня специально так сделано для орхидеи с длинными цветоносами вот потому что на эти полочки такие орхидеи не влезут как вы понимаете под подсветку а здесь у меня уже стоят либо с маленькими цветоносами либо те которые отсвели либо который цветоносы растут вот так вот в бок не вверх вот здесь примерно до растения сантиметров 20 но тоже зависит от самого растения какое оно большое или маленькое некоторых я поднимаю повыше допустим видите у меня там вот стоит на горшочке горшочек и соответственно орхидей к еще выше вот ну и плюс когда я ставлю как бы разноэтажно то они как бы лучше встают на стеллаж и больше помещается потому что когда они все в один ряд одинаково горшках их меньше лезет на полочку вот а когда они так один выше один ниже другой там еще между ними затиснулся их вот помещается больше так что у меня еще она на нижнем ярусе у меня другая лампа красная это такая прям красная лампа на им уже рассказывала в других видео что я ее купила ну тогда вот на тот период мне надо было лампу а не было ничего вот бывает такие знаете варианты ну не в интернете не в магазине ну нету лампы нужного размера и я купила чтобы вот она у меня 18 вот тоже такая же длинная метр 14 другой фирмы вот я кстати довольна этой лампой красный потому что я все время думала что будет мне глаза резать и так далее дела на свой страх и рис думал онлана шторку повешу если что на самом деле когда красную лампу вешаешь самый низ она вообще ну никак вообще не мешает глаза на нее не смотрят не реагирует вообще абсолютно также я могу сказать и о том что если лампу повесить на самый верх но вот на этом стеллаже не могу сказать точно как мои глаза бы реагировали да потому что здесь все таки большая как бы полка а вот там где к растениям поближе не на стеклянном стеллаже тоже красная тоже никаких проблем кстати вот если вот так на уровне глаз у вас будет красная лампа я думаю что глаза ваши будут напрягаться вот хотела вам показать такая же лампа красная но здесь так как я стою внизу да и на уровне на уровне лампы она может такой красный не кажется как та которая внизу но они совершенно одинаковые это одной фирмы лампы хотя нет вру это другая фирма это фито лето что ли вот это которая последняя покупала в леруа красную да по-моему да я решила попробовать ее она мне очень тоже понравилось очень даже хорошая лампа но она красная то есть она не розовая есть такие знаете бледненькие розовенькие и не лавске вот у нее прозрачный колпачок как будто это стекло до через которые светодиоды мы видим вот она очень яркая так как допустим у то этих ламп которые по 35 ватт у них матовая вот это вот пластмассовый колпак вот этот да потому что она сама по себе ярко если этот колпак снять я думаю вы ослепнете ну то есть будет вам бить по глазам все равно свет без разницы там розовый он или белый то есть вот вися вот так под потолком практически она меня вообще не напрягает вставляете это я для себя такое открытие сделал я почему-то думала что без разницы где будет висеть красная лампа миссеру будет бить по глазам очень как бы относилась к этому не очень тем не менее а у меня видите там еще висит еще одна лампа но это не светодиодная это обычная лампа линейная вернее на светодиодная я хотел сказать она не фита лампа она обычно линейная даме таки на кухне висят под шкафами это давно куплено старая для фиалок она там сто лет висела вот я сначала и решила заменить она мне что-то мигала там еще что-то потому что ему и что-то пытался починить поковырял ее немножко вроде горит не стали убирать а просто довесили фито лампу и хочу вам сказать чем больше света тем лучше орхидеям красный свет очень нравится то есть они там вообще кайфуют просто сразу листья начинает корни расти цвета носики вот если я думаю повесить вот к такой лампе еще рядом красную ну это вообще мне кажется будет кайф полный вот в общем возвращаясь к нашим бараном значит сегодня мы будем доделывать стеллажик доделаю когда все поставлю и воду вам показывать нижнюю полочку уже стоит то на втором стеллаже сейчас вторую и третью все и можно будет красить вот такую я купила пропитку стеллаж тоже был покрашен именно такой у меня есть видео про стеллаж там я вот крашу как раз акваглазурь аквалазурь вернее такая вот баночка стоит 300 с чем-то там рублей 310 штук цепляция очень а и не но процесс идет вид снизу морзюня даже не спишь удивительно папа сделал ему красивый домик украсил видите положил сверху его игрушечки еще наклеил немножечко этих липучки картиночки короче говоря вот эти вот да мужик дитер доме красивый мы тем временем заняты стеллажом часть орхидеи со стеллажа я сняла и поставила на стол все конечно не влезли но какая-то часть тут малыши это чтобы они не упали когда муж мой будет присверливать стеллаж к стене так вот я освободила полочки тут мы примериваемся тут еще будет дополнительная полочка она будет вот тут чтоб можно было еще горшок сюда поставить дополнительный каждое пустое место к используем по назначению вот и еще у нас в планах все-таки попробовать покрасить сегодня сушить соответственно и потом поставить все обратно прикрепили вот в одном месте пока с еще другом теперь вот здесь а сейчас упадет досочка так ну вот в общем укрепили тут значит тут и тут вот здесь полочка дополнительная приступочек такой теперь у меня есть такая красота вот так застелили бумагой чтобы пол не загадить то мы любим сейчас по быстренькому полочки будут покрашены морилочкой которая купила я вам показывала вот это вот то мординя ты пришел что-то мама тут вытащила все до вот разница сразу до когда покрашенная полочка когда белая канал бросается в глаза прям а покрашенная уже совсем другой вид уже так прям красиво одинокий такой сезам чик стоит на полочке ну вот два слоя уже краски ну пропитки покрасили уже сейчас немножечко пройдет времени подсохнет потому что еще так влажноватая чтобы не испачкаться вот потом буду показывать вам во всей красе когда поставлю сюда орхидейки и потом уже займемся следующим стеллажом потому что одновременно делать невозможно некуда орхидеи поставить потому что у меня всего вот этот стол только для орхидеи сейчас я вот подсохнет я вот отсюда уберу орхидейки а с того стеллажа опять сюда поставлю на этот стол по очереди не все сразу так сказать так ну вот второй стеллаж уже все покрашен полочки сделаны тоже покрашены все теперь осталось только поставить орхидеи назад так ну вот все работы закончены по стеллажу стеллаж заполнен теперь уже не целиком смотрите есть даже пустые места ну может быть потом я как-нибудь переставлю потому что меня на стеклянном стеллаже очень много орхидеи там они очень тесно стоят может быть кого-то переставлю вот так вот все выглядит на нижнем ярусе нет у меня полочки как вы поняли потому что когда подходишь близко то можно ногой удариться мы так подумали что не нужно внизу полку делать вот здесь вот очень хорошо мне нравится как стали орхидеи вот на этой полочке здесь тоже поставил он там от даже пустое место только одну поставила он ту вот это значит один стеллажик так а это второй стеллажик тоже как видите есть пустые места до этого у меня все плотно стояло и некоторые орхидеи стояли на полу около стеллажа это мурзик пьет у нас кашпо специально стоит вот наверх я составила сейчас с длинными цветоносами все но они тут и стояли парочку может быть добавила с того с первого стеллажа вот беглипчик кого еще сюда поставила а ну вот желтенькую вот эту переставила со стеклянного там тоже упирается уже розовенькая там стояла но остальные все стояли только допустим сезам стояла ниже здесь в общем вот так я расставила сейчас немножко по-другому вот так здесь мы кстати полочки не сделали это в проекте не хватило досочек нам буду потом тоже мужа просить чтобы он не сделал тоже дополнительно потому что это очень удобно ну вот собственно и все похвасталась вам пишите комментарии что вы думаете по этому поводу можете похвалить моего мужа он ждет ваших похвалений всем спасибо за внимание всем пока